Здравствуйте, меня зовут Елизавета, и с вами Домашняя Игротека. Иногда, сидя дома со своим братом или сестрой, очень хочется поиграть в шпионов. Сегодня я научу вас одному методу передачи записок, шпионскому методу. Сегодня мы с вами научимся делать невидимые чернила, при помощи которых вы сможете оставлять друг другу невидимые послания и проявлять их так, чтобы никто этого не видел, кроме вас. Так, давайте приступим. Я вам расскажу целых два рецепта невидимых чернил. Первый рецепт вообще максимально простой. Для первого рецепта нам понадобится всего лишь молоко. Итак, смотрите. У меня вот есть такой листочек, я его разрежу. Допустим, вам надо передать своему сообщнику, где спрятаны конфеты. Итак, мы пишем, прямо макаем кисточку в молоко, как следует, не жалеем, и пишем. Аккуратно выводите буковки, как будто красите что-то. Видите, пока они мокрые, еще немножко видно надписи. Но как только оно высохнет, ничего видно не будет. И лист будет абсолютно чистым. Таким образом, кстати говоря, можно еще состаривать бумагу. Ну, сейчас не об этом. Откладываем наше первое послание сушиться. Тем временем я научу вас делать второй рецепт. Для этого нам понадобится вода, обычная пищевая сода, и все, больше ничего. Нам нужно с вами смешать соду один к одному с водой. То есть мы добавляем чайную ложку соды и чайную ложку воды. и все это смешиваем. Если вам нужно больше чернил, соответственно, вы смешиваете больше. Но я думаю, что больше не понадобится, потому что расход у них довольно экономный. Смешиваем. Вот так вот смешали. Тоже, видите, у нас такая практически молоко и получилось по консистенции. Смешиваем как следует. Не то, чтобы совсем до растворения соды, но просто, чтобы у вас крупинки равномерно разошлись. И, допустим, ваш напарник вам должен передать какое-то очень важное послание, что вам нужно сделать. Итак, вы набираете так же, как и в прошлый раз. Видите, тут немножко погуще получается. За счет этого этот рецепт чуточку заметнее будет для окружающих. Но я думаю, что это не страшно. Вы же настоящие шпионы, вы сможете скрыться. и отправляем сушиться. Итак, у нас почти высохло первое послание наше. И я вам расскажу, как наши чернила можно проявить. Только у меня, видите, не до конца досохли еще, не все до конца досохло. Но вообще надо досушивать до конца. Тоже есть два способа, как можно проявлять эти чернила и те, и другие. Первый способ, он чуть более опасный. Хотя оба способа на самом деле требуют очень большой осторожности от вас, потому что это все горячие предметы. В первом случае это огонь. Нам понадобится с вами свечка и спички. Мы с вами поджигаем свечку. очень аккуратно обращайтесь с огнем и только под присмотром взрослых. И смотрите, что у нас происходит. Мы с вами смотрите внимательно. Видите, как оно нагревается и проявляется. Очень аккуратны будьте, потому что бумага может очень легко загореться, вы даже не заметите. Смотрите, видите, очень-очень этот способ используйте с особой осторожностью, потому что действительно спички и свечки это не игрушки и бумагу очень легко поджечь. Второй способ чуть более безопасный, но все равно будьте аккуратны. Нам понадобится утюг. Нам просто нужно подогреть. Также вы можете положить просто бумагу с невидимыми чернилами на батарею. Вот такие шпионские чернила мы сегодня с вами научились делать. Играйте сами, играйте с родителями и до новых встреч!